Тимур Владимирович, расскажите о состоянии дел в Вашей области. На данный момент в Абхазии зарегистрировано 1052 места размещения, на 46 972 койко-мест. За 2023 год Республику Абхазия посетило 1 миллион 420 тысяч человек. Туристов. В том числе определенное количество однодневных. Да, это все вместе. Все вместе. А есть данные, можно это как-то разделить примерно хотя бы? На наш взгляд около 850 тысяч это однодневные туристы. И получается 550 тысяч это те туристы, которые проживали у нас более трех дней. Более трех дней. Понятно. Нельзя не отметить, что с 2020 года место размещения в Республике Абхазии было 420. На данный момент их 1056. Это достаточно большой рост. Мы не можем сказать, что за эти три года такое количество объектов было построено. Мы говорим о эффективной работе налоговой службы вместе с Министерством туризма Республики Абхазии. А именно? Что вы имеете ввиду? Были взяты на учет большое количество мест. Сколько? А мы также работали. Сколько? Примерно. Если мы говорим о 2020 году, было 420 мест. Если мы говорим о 2021 году, 743. 22-й год 898. На данный момент 1056 мест размещения. Надо посмотреть внимательно, какое количество объектов было построено с 2020 по 2023 год включить и на. И какое количество объектов было поставлено на учет. Это как раз таки и есть яркий пример того, когда бизнес выводит из тени, легализует те отношения, которые существовали. Я вам это поручаю в этом разобраться вместе с Министерством по налогам и сборам. Ну, конечно, нас не может не радовать та тенденция по налоговым сборам за последние три года. Если мы говорим о 2019, то было собрано 267 миллионов рублей. А в 2023 году это 1 миллиард 42 миллиона. Это то, что поступило в государственный бюджет из отрасли? Из турсийской отрасли с мест размещения, которые являются организованными. А еще раз, какая цифра была в 2019 году? В 2019 году 267 миллионов 270 тысяч. А по итогам 2023 года? По итогам 2023 года налоговой службы было собрано 1 миллиард 42 миллиона. Более того, отчетный период еще не закрыт. Сумма будет увеличена. Понятно. Какое количество людей работает в отрасли? Более 26 тысяч людей занято в туртийской отрасли. Ну, мы, конечно, особо хотели бы отметить, что за последнее время открыто 16 новых маршрутов. Это Гагра, село Дранда, Илор, Моква, Отап, Гагра. Гагра, Каман, Гагра. Гетшрипш, Гагра, Дранда. Гетшрипш, Гагра, Тхуара, Мерхиул, Гагра. Гетшрипш, Гетшрипш, Гагра, Пицунда. Гагра, Гетшрипш, Гетшрипш, Гагра. Новый Афон, Село Дранда, Гагра. Гетшрипш, Гагра, Сухун, Гагра. Пицунда, Сухун, Пицунда. Пицунда, Рица, Пицунда, Лыхны, Пицунда, Дранда, Пицунда, Цквара, Пицунда, Каман, Илор, Моква, Пицунда. Гетшрипш, Пицунда, Озеро Рица, Пицунда, Гетшрипш, Новый Афон. Гетшрипш, Сухун, Гетшрипш, Озеро Рица, Дурибш и Гетшрипш. Гетшрипш, Пицунда, Озеро Рица, Лыхны, Новый Афон. 16 новых маршрутов было зарегистрировано. Из них в 2023 году было открыто три новых маршрута. Это село Эшера, село Каман, Агдара село, город Сухум, Каман, Шубарский водопад, город Сухум, Гечрепш, Сухум, Акармара, что особо радует, и Гечрепш. Эти новые маршруты какого количества людей посетило отдыхающих? Вы знаете, говоря откровенно, это не самые популярные маршруты. Самым популярным, как и было, остается Золотое кольцо Абхазии, которое входит в поездку на озеро Рица и на Лафонскую пещеру. Это самые посещаемые маршруты так и остались. Эти маршруты радуют тем, что, как вы заметили, расширена география туризма Абхазии. Особо задействованы Ачамчирский район, Кварчальский район и открыты новые водопады Святой, Ирина, на которые большим удовольствием едут гости. Хотел бы отметить, что если, например, с 2015 года по 2019 год были открыты новые объекты показа, это такие, как Дельфинарии в Пицунде и Аквапарк в Пицунде, то на сегодняшний день с 2020 по 2023 год открыто 7 новых объектов показа. Это прежде всего этнопарк Абсны, Гудаутский район, Дельфинарии, город Гага, колесо обозрения, город Гага, парк Любов, сели Ацы, водопады Акармара в городе Тварчал, стеклянный бост на Бзыбском ущелье, колесо обозрения в городе Пицунда. То есть 7 объектов было открыто в течение этих 3 лет. Значит, мы не можем не отметить достаточно большую активность бизнеса в инвестиции в туристическую отрасль. Большое количество объектов построено, безусловно, на частные деньги, на средства бизнесменов, которые вкладывают в эту отрасль. Особо хочется отметить количество инвестиций в туристическую отрасль, которые мы можем зафиксировать. Их около 8. У нас в этом же перечне есть объекты, которые в 2024 году только будут сданы. А какие, кроме частных инвесторов, у нас есть? Вот если вы более 1 тысячи мест размещения, правильно? 1052. Из них 99% это все частные места размещения. Разве не так? Абсолютно так. Абсолютно так. Гагра, Гудаутский район, Сухум. Плохо в Сухумском районе, практически ничего нет. Неважно, в Гулибшском районе, в Ачимчирском районе. И ни одного места размещения наверняка нет в Гальском районе. Мы можем привлекать туда инвесторов, предлагать схемы, которые интересны инвесторам. Какое количество гостей Абхазия может принять, для того, чтобы было и гостям комфортно, и было комфортно нашим жителям. Сколько мы можем принять? Более трех миллионов. Более трех миллионов человек. Это те, которые приехали на многодневный отдых. Это не однодневников. А мы сегодня можем принять, принимаем пятьсот, пятьсот, шестьсот тысяч. Правильно, да? Мы никак не задействуем нашу горную часть вообще. А это у нас почти половина территории. У нас нет плохих мест. У нас есть места, которые можно охарактеризовать таким образом. Одно место лучше другого. У нас в любом селе, если создать условия, найдутся люди, которые захотят там отдыхать. Если развивать все виды туризма, в том числе агротуризм. И мы должны в этом смысле иметь дорожную карту. Сможем мы ее реализовать или нет, это вопрос номер два. Но в документе мы должны понимать, куда мы движемся и что у нас должно быть. И тут надо механизмы государственные задействовать. Появились инвесторы, условия работы в Гагре, например, для инвесторов. И условия работы в Восточной Абхазии должны отличаться. С тем, чтобы мы осуществили правильную историю туристическую в Восточной Абхазии. Вот надо сделать так, чтобы туда турист пошел. В Гагре, может быть, мы уже и подходим к какой-то цифре. Там пятен застроек становится все меньше и меньше. Гагра, конечно, еще в этом смысле может принести большую пользу. Но в Восточной Абхазии это еще больше. Но мы ее должны знать, свою страну. Какой у нас потенциал? Какие земли мы могли бы использовать под эти нужды? Какие земли должны быть использованы под сельхозпродукцию? Это кто будет рассчитывать и считать? Это министерство, ведомство. Определили мы для себя, что туризм ведущая отрасль экономики. Говорил я об этом неоднократно и говорил. Значит, Сочи принимает 7 миллионов человек в год туристов. Мы принимаем 550 тысяч в год. При этом наша территория в три раза больше, чем территория города Сочи. Есть над чем задуматься. Поэтому давайте рисуйте наше будущее. Картину завтрашнего дня мы должны себе четко представлять. А где мы возьмем ресурсы, тоже надо подумать. Когда мы будем знать, что мы хотим сделать, мы посчитаем, сколько нам нужно ресурсов, и будем искать этих людей, которые придут к нам в нашу страну с ресурсами. Масштабного, скажем так, туристического бума в нашей стране достичь мы не сможем, если не будут созданы условия для привлечения инвестиций. Туризм – это же то направление деятельности, которое нам как бы близко по крови, по духу. Мы народ гостеприимный, мы получаем удовольствие от общения с теми, кто к нам приезжает. Когда это еще связано с тем, что в результате этого общения мы имеем возможность создать себе финансовую базу, когда это становится бизнесом, это еще лучше. Поэтому надо на эти проблемы смотреть не так, как это было когда-то. В советское время этим занимались планированием в Москве. Сейчас за нас Москва планировать не будет. Мы сами должны планировать свое будущее и уметь решать задачи. Мы говорили в прошлом году, позапрошлом году, как обеспечить этот рост, как обеспечить динамичное развитие этой отрасли, как сделать так, чтобы у нас появились больше койка мест. А сколько стоит создание или строительство одного гостиничного номера примерно? 24 тысячи долларов. Это категория 3 звезды. Это 2,5 миллиона рублей. Теперь посчитайте, сколько нужно будет инвестировать в отрасли. Плюс дорожная инфраструктура, плюс торговля, плюс сфера услуг, которая должна быть неотъемлемой частью. И тогда вы получите масштаб той задачи, которую мы должны решить. Несколько лет во всем мире такое направление, как глэмпинг пользуются большой популярностью. Людям не так, как раньше, нравится отдыхать в бетонных джунглях, как они их называют. Людям нравится жить на природе, жить в палатках. И в связи с этим хотел бы вам... Определенной категории, да, это нравится? Да. И в Абхазии открыто на данный момент 6 глэмпингов. Где? Глэмпинг Города. Это Сокумский район. Глэмпинг Мамзишка, город Гагра. Глэмпинг. Мамзишка, это на горе Мамзишка? Да, на 12 всего номеров. А это востребовано? Люди поднимаются туда? Вот я хотел особо отметить то, что люди выше среднего достатка выбирают сегодня все чаще и чаще глэмпинг. Например, я вам могу с уверенностью доложить, что глэмпинг Города, который находится в Сухомском районе, номер стоит 8-10 тысяч. До 92-го года в Абхазии было не более 40 тысяч койко-мест. На данный момент их 46 тысяч 972. Считаю это важным, подчеркнув для наших граждан. План развития отрасли, он будет связан с планом развития территории. Составишь, вот где, какие объекты с твоей точки зрения должны быть, сколько должно быть в Ачимчижском районе, примерные места. А некоторые проекты должны быть доработаны, типа вот этого глэмпинга. разы подберете место и сделаем образцовую историю. Пока пусть это будет управляться государством, а потом посмотрим, что с этим сделать. Договорились? Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...